здравствуйте но для начала мне хочется чуть-чуть познакомиться с аудиторией просто изначально я представлял что наверное будет вот та же аудитория с которой мне сегодня приходилось первой половине дня общаться там преимущественно учителя но вот я узнал что аудитория будет более разнообразные поэтому немножко еще модифицировал сегодняшний рассказ части успел но вот все же кто и здесь присутствующих имеет отношение к преподаванию именно как тот кто кого-то учит поднимите руки отлично такие есть здорово теперь кто здесь присутствующих уже занимается анализом данных или машинного обучения мы вот как как-то к этому относится очень хорошо что у вас вы есть но с другой стороны вас не очень много потому что может быть какие-то вещи будут очевидны для тех кто уже анализом данных занимается в этом месте извините надеюсь получится и что-нибудь интересное рассказать ну давайте теперь я сам представлюсь я вообще с одной стороны работаю яндекс дата факторе это подразделение яндекс которая решает задачи анализа данных на заказ для других компаний с другой стороны значительную часть моей жизни составляет преподавание преподаю я много чего и много где но все это связано так или иначе с анализом данных что касается задач с которыми я сталкиваюсь по анализу данных это преимущественно были задачи анализа текстов также довольно много задач связанных с построением рекомендательных систем ну и некоторые другие задачи тоже встречались и так значит о чем мы поговорим в первой части если все пойдет хорошо и мы пройдем ее быстро то будет еще вторая часть но сначала я скажу в двух словах в чем заключается моя профессия расскажу о том как я вообще пришел к тому что стал аналитиком в смысле да это сайтистом как сейчас модно говорить что вообще должен уметь это сайтист где этому можно учиться но и изначально цель презентации было еще рассказать в том числе аудитории тех кто связан с преподаванием о том какие в принципе профессии бывают войти но там зависимости от ваших пожеланий эту часть мы можем либо разобрать его пропустить итак для начала про мою профессию ну прежде всего какие задачи решают аналитики занимающийся анализом данных это разные задачи прогнозирования задачи в которых мы хотим сделать что-нибудь интеллектуально что обычно делает человек но нам нужно это автоматизировать с помощью алгоритмов вот примеры из практики в яндекс дата factory это проекты про построение рекомендательных систем для магазинов про прогнозирование спроса опять же для магазинов на товары про оптимизацию процесса в производстве ну например вот был у нас очень интересный проект про выплавку стали и там нужно было оптимизировать таким образом чтобы сырья расходовать поменьше но при этом результат был хороший он удовлетворял там всем требованиям к результату бывают проекты совсем неожиданную например есть проекты которые связаны с лечением рака и делают совместно с фармакологической компании ну и вот возникает вопрос что же делать да это сайт наверное самое основное что приходится делать это ставить задачи приходить к постановкам задачи более конкретным более формальным на основе расплывчатого описания описание может быть и в духе что кажется у нас там есть какие-то проблемы разберитесь что что не так и вот предложите что-нибудь нам полезное и это может оказаться какое-нибудь прогнозирование спроса это может оказаться какая-то разовая аналитика подтверждающая что вообще проблем сейчас нет и все нормально в этом прогнозируете все у вас хорошо но с другой стороны нужно какие-то гипотезы уметь сформулировать то есть понимать что ну возможно проблема здесь или возможно вот нужно вот это вот прогнозировать для того чтобы лучше там бизнес-процесса строить и по сути да это сантис должен вот эти вот алгоритмы разрабатывать это конечно разработка алгоритмов это ну только вот вершина айсберга то есть если изначально неверно поставить задачу недостаточно посвятить этому усилий то в принципе разработка алгоритмов смысл теряет ну вот вот есть такая популярная картинка насчет навыков в data science ну если не видно мелкие надписи их наверно все же не всем видно то не переживайте самое главное что видно крупные то есть с одной стороны нужно сочетать компетенции по математике и статистике с другой стороны нужно понимать предметную область до какой-то степени потому что сложно для какой-то конкретной предметной области разрабатывать модели когда не понимаешь что происходит вот те люди которые у нас занимаются сталью в итоге знают там из каких этапов процесс состоит что где происходит для того чтобы понимать какие параметры процессы на что могут повлиять и тесно общаются со специалистами которые уже очень давно в индустрии с другой стороны нужны навыки коммуникации то есть нужно уметь доносить какие-то вещи заказчикам доносить какие-то вещи представителям других профессий то есть менеджером разработчикам у каждого свой язык и несмотря на то что возможно в команде есть человек который больше занимается коммуникации чем остальные ну там менеджер то даже вот несмотря на это все равно нужно вот проявлять в этом месте какую-то находчивость какую-то гибкость способность с разными людьми общаться и очень важно уметь представлять результат своей работы ну и конечно нужно владеть программированием потому что как тоже модели надо реализовывать ну и вот пример задачи с которой могут прийти где-то сайне 100 вот приходит сеть магазинов к вам вот у вас есть какой-то исследовательский отдел или целая компания занимаешься исследованиями и говорит кажется у нас проблема и кажется это очередь вот помогите нам пожалуйста вот такое нужно формализовывать во что то что можно уже как-то понятным образом делать давайте вместе с вами сейчас попробуем обсудить вот конкретно этот кейс вот что мог бы сделать по вашему аналитик вот что в первую очередь интересно так посмотреть изменение выручки какое время в очереди проводят люди ага а вот смотрите все это хорошие мысли но вот мне больше всего душу греет посмотреть на изменение выручки не только потому что внутри деньги больше потому это это верно единственное что если смотреть на изменение выручки вот во времени что вот что-то выручка стало меньше то заведомо не очевидно это из-за чередей или из-за чего-то еще и я обращаю внимание вот на что было сделано два заявления заказчиком первое заявление что у них есть проблема и вот собственно есть проблема или нет можно как раз по выручке как-то сориентироваться если с урочкой все более-менее нормально то наверное им кажется ну можно еще подробнее это изучить а второй вопрос связана ли эта проблема с очередями и вот первую очередь нужно подумать как ответить на эти вопросы а не бежать там строить сразу модель которая что-то прогнозирует ну например вот если мы сделаем здесь модель которая будет прогнозировать длину очереди в каждый момент времени не очевидно же как ее потом использовать но как можно на эту ситуацию посмотреть можно подумать какие вещи там все же нам показывают что наверное вот возникает какая-то очередь нам же нужно проверить очереди как-то коррелирует с проблемами или нет вот что может помочь задетектировать очередь да да верно если у нас есть очередь тогда покупки будут друг за другом идти вот таким вот чистоколом конечно есть еще один вариант когда покупки будут так идти друг за другом если касса работает в оптимальном режиме но все понимаем насколько это тонкая ситуация насколько она маловероятно да это тоже интересный показатель он правда сработает только в определенное время но тот тоже стоит его добавить к таким способом как-то заметить что есть очередь вот запись видеокамер анализирует чуть сложнее нужно уже что-то распознавать какой-то анализ изображений делать плюс еще часто бывает проблема с тем что за видеокамеры отвечают те кто отвечать за безопасность аук структурно это может быть устроено так что вы не можете у них прямо все запросить и вообще много возникает таких вот проблем но если вы можете сказать что нам нужны вот вполне определенные моменты времени то можно действительно посмотреть хотя бы там глазами проверить ну ну я ей если получается распознавать туда но это уже так проект внутри проекта возникает да вот вот в общем то в принципе во многих магазинах есть датчики на вход датчики на выход и в принципе если люди туда входят и где-то там деваются вот куда-то они пропадают то наверное все же они либо напомнили весь магазин и выбирают тяжело и мучительно либо все же в очереди стоят и в очереди задерживаются хорошо таким образом мы можем попробовать найти примеры где у нас очень вероятно что возникают очереди и наверное можем найти примеры где вот все эти признаки слабо проявляются и там наверное вы очереди точно нет мы можем посмотреть какой средний чек в одних магазинах других магазинах кстати где средний чек будет больше какие идеи с очередями или без очередей вот смотрите чем плохие очереди вот вообще правильно человек увидел очередь и ушел а если вы пришли сделать покупку которую вы раз сто лет делаете и покупку на какую-то большую сумму вот будете ли вы уходить ну наверное как-то дождетесь это что же разовое событие вот получается что те люди которые уходят скорее всего пришли за какой-нибудь мелочи ну либо очень импульсивно в конце концов так тоже может быть и и отсюда можно сделать вот что наверно все же средний чек там где очередей нет будет побольше только суммарная выручка будет не факт что больше даже скорее меньше такой эффект тоже может быть поэтому опять же вот в анализе данных важный момент мы с вами сейчас порассуждали а как будет больше или меньше наши рассуждения могут быть чем-то подкреплены но правда мы узнаем только когда эксперимент поставим покрутим данные никогда не нельзя поддаваться тому чтобы вот просто там сидя на диване сделать выводы и вот в них поверить и не проверять что-то нужно всегда смотреть на данные всегда ставить какие-то эксперименты хорошо мы можем так посмотреть на то какой объем продаж в магазинах где есть очереди в магазинах где нет очереди вот в разное время и на основе этого попробовать сделать выводы о том как же все же очереди сказываются на там выручки ну и уже на основе этого мы сможем понять есть ли там проблема связанная с очередями и если есть то тогда разрабатывать какую-нибудь модель которая будет прогнозировать кстати говоря что вот чтобы здесь попрогнозировать если проблема есть и это очереди ну вот знаем мы средний чек что мы делаем с этим знанием хорошо окей а ваша версия да 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 действительно вот мы с вами сейчас обращаем внимание что есть очень много моментов на которые имеет смысл смотреть как бы нам это привести к какому-нибудь общему знаменателю вот какой параметр нам будет в любом случае очень понятен и очень полезен сейчас давайте по очереди вы сначала окей а окей а больше кассиров это же какие-то затраты а можем мы все позволить или нет а вот собственно и а вот я собственно к этому и веду что а давайте будем прогнозировать экономический эффект от очередей то есть сколько денег мы теряем тогда это даст нам ответ на вопрос а сколько денег у нас есть чтобы кассы открыть конечно есть еще другой вопрос а какой эффект дадут новые кассы его тоже по-хорошему надо преследовать но так или иначе очень часто приходится вот думать как же в конкретной задаче все свести с экономическим эффектом вот к экономическому эффекту в конечном счете все приводится давайте двигаться дальше теперь я скажу пару слов о том как вообще у меня все сложилось ну смотрите я на самом деле родился вообще в небольшом городе в котором ничего никто не знает про машинное обучение не но я иногда приезжаю и кто-то узнает насчет моего стремления всем рассказывать про машинное обучение мои студенты шутят что если меня оставить там в аудитории с какими-то людьми на 15 минут то уже через пять минут и буду им рассказывать про то как качество модели оценивать но так или иначе вот как-то я там увлекся какой-то математика физикой ну кстати да насчет города город просто держится за счет того что там есть одно большое градообразующие предприятие это лебединский год у нас все шутят что вот тебе исполнилось 20 лет пора задуматься о карьере имея ввиду железнородный карьер вот но я задумался о карьере в плане там математики физики потому что они не нравились и вот при том что в школе физики было не очень много есть такая прекрасная вещь как предметные олимпиады сейчас вот и предметные олимпиады как раз помогли познакомиться с математикой с физикой и со многими другими прекрасными предметами в итоге все свелось к физике и в конечном счете я поступил в московский физико-технический институт это тот институт который проводит собственно олимпиады по физике и вот там я уже узнал про машинное обучение то есть когда я туда шел я даже не представлял что такая область есть хотя в принципе вот такие мысли что вот есть какие-то наблюдения можно было бы по ним как-то восстановить зависимость можно было бы на основе того что умеешь восстанавливать зависимость делать что-то полезно или что-то выгодное там не знаю курсы предсказывать такие мысли наверное всегда были вот но и в принципе когда я познакомился с машинным обучением как с областью я увидел в этом некоторое интересное отражение физики экспериментальной вот экспериментальной физики вы просто ставите какие-то эксперименты рисуете там какие-то точки пытаетесь восстановить зависимость довольно простую достаточно часто но в машинном обучении у вас очень много примеров очень много параметров и вы восстановление этих зависимости ставите на поток это делает уже алгоритм это делается не только для каких-то физических явлений но и для самого широкого спектра задач и вот это вот обладала некоторым очарованием но и довольно быстро я начал преподавать сначала там какие-то спецкурсы помогать вести преподавателям потом уже сам начал активно вести разные курсы и кроме того пробовал делать вместе там с какими-то командами проекты про анализ данных у нас целом такая среда на физтехе было которая поощряет какую такую активность и вот первый проект про анализ данных которые мы делали был посвящен автоматическому тегирование документов определению там о чем же написано в текстовых документах этим проектом мы занимались довольно долго потом в итоге мы приобрели какую-то экспертизу в анализе текстов делали проект по анализу текстов разным небольшим компаниям вроде министерства культуры и конечном счете возникло понимание что нет все же все мы делаем и так надо по-другому попробовать но я попробовал еще несколько проектов делать уже со своими студентами вот например в какой-то моментом стало интересно как бы делать автоматическое аннотирование текстов вот мы опять же вместе студентами просто взяли и собрали какой-то сервис который это делает просто вот для себя ради развлечения ради того чтобы разобраться как это работает но что забавно даже когда вы делать что-то ради развлечения без замысла что вот это будут использовать все на свете вы вот этим своим продуктом мир захватите иногда выясняется что кто-то этим начинает пользоваться и прям когда что-нибудь там падает вам начинают писать что а как же вот ваш сервис я же им пользуюсь постоянно вот частности вот эта вещь внезапно получила большую популярность у студентов собственным фото и в период сессии наверно догадываетесь почему вот особенно когда экзамены по философии или еще почему то что студенты технари часто напрасно недооценивают ну вот другой пример это задача анализа тональности отзывов ну или новостей или еще вот каких-то разных текстов это тоже мы делали со студентами и тоже там что-то у нас получилось что-то не получилось но и вот так вот несколько таких проектов сделав я постепенно пришел к тому что научился не только лекции рассказывать про машинное обучение но еще и что делать вот дальше и так сложилось что я пошел работать в компанию обе там сначала я пришел в распознавание визитных карточек у них есть такой вот продукт можете даже там приложение найти для телефона но очень быстро понял что просто сидеть и там 95 процентов времени ходить то что к машинному обучению к анализу данных не имеет отношения я не могу мне так становится как-то не по себе скучно кроме того у меня было еще одно увлечение это образование и в итоге я временно так больше переориентировался в образовательную деятельность и занимался образовательным проектами обе которые тоже собственно про машинное обучение анализ данных попутно это все привело к тому что все же 50 процентов времени в обе я начал заниматься машинным обучением экспериментами уже в чистом виде и в конечном счете я пришел в яндекс дэйта факторе потому что там собиралась довольно сильная команда людей которые именно вот машинным обучением занимаются которые могут это делать хорошо и вот мы довольно быстро растем то есть пришел и довольно быстро возникли еще люди которые там работают теперь меня в группе ну и там действительно очень много разнообразных задач и это хорошая инвестиция свой опыт была то есть в целом мало мест куда можно прийти заниматься анализом данных и вы будете заниматься там и рекомендательными системами и текстами и там прогнозированием спроса и еще чем то конечно есть люди которые предпочитают больше что-то вот одно долгое время но я часто замечал что какие-то меж предметные связи хорошо помогают какие-то задачи решать ну то есть если вы хорошо понимаете как анализировать тексты то вы можете что-то интересное привнести в анализ изображение и наоборот ну вот в общем у меня все сложилось каким-то определенным образом наверное это в основном благодаря олимпиадам в раннем возрасте и благодаря мфты и конкретно моему факультету фифт смешное название факультет инноваций и высоких технологий при том что как бы слово инновации у нас уже почти ругательное становится часто там действительно какие-то инновации были и высокие технологии тоже были и нас вот машинному обучению как-то научили ну вот и таким образом я просто попал в ту среду в которой было интересно и в которой можно было заняться анализом данных ну и вот еще один вопрос который хочется затронуть а вот что вообще в анализе данных бывает вот какие есть подобности дело в том что можно рассматривать анализ данных как какую-то большую область не только про то как построить модельные как на данные посмотреть как предобработать как почистить можно рассматривать более узко то есть смотреть на алгоритмы которые позволяют что-то прогнозировать когда у вас уже в принципе данные подготовлены и это обычно имеют ввиду когда говорят про машинное обучение хотя это все вопрос терминологии то есть кто-то в машинное обучение включает там анализ данных в целом кто-то говорит только про алгоритмы и дальше могут быть подобности в зависимости от того каким данным вы применяете то есть вы можете это применять для текстов для изображений для звука можете это применять для каких-то совсем очевидных бизнесовых задач будь то спрос или прогнозирование оттока клиентов или кредитный скоринг например в случае банков но при этом не надо думать что анализ текстов или распознавание речи это совсем не бизнесовая история конечно же бизнесу это тоже нужно просто там менее очевидно цепочку ну вот и получается что для того чтобы успешно с этим всем справляться нужно с одной стороны быть знакомым с машинным обучением и анализом данных вообще вот как как областью с другой стороны есть еще какие-то области на которых это все держится то есть для того чтобы понять как все машинное обучение устроено крайне желательно понимать там методы оптимизации на каком-то уровне для того чтобы разобраться с какими-то теоретическими вопросами на машинном обучение ну как как там что-то устроено уж точно нужно знать там базовый университетский курс по там математике но при этом вы можете в это углубляться можете не углубляться можете использовать что-то как черный ящик но вот если хочется разобраться досконально то это нужно на вот значит возникает вопрос где же этому научиться вот для людей которым еще релеванно получить где-то там первое или второе образование можно предложить какие-то уже там сделавший себе имя вузы там уфты и высшая школа экономики мгу это если там на примере москвы на самом деле курс по анализу данных уже очень во многих городах появляются то есть необязательно там для этого в какой-то большой город там москву или петербург перемещаться но дело в том что очень часто мы недостаточно хорошо понимаем что нам что-то интересно вот как раз тогда когда получаем высшее образование и многие вещи мы понимаем уже после и и хочется в принципе иметь способы получить это образование уже тогда когда какая-то там база есть и без того частности такую возможность дает школа анализа данных яндекса там кстати есть еще и заочное отделение там очень много курсов посвященных разным темам анализа данных но туда очень много желающих поступить соответственно довольно жесткий отбор и отбор там на основе тех вещей с которыми будет проще понять эту область но то есть там на основе математики с другой стороны есть много онлайн курсов в частности мы с коллегами сейчас запустили целую специализацию на курсере машинное обучение анализ данных там пять курсов и в итоге будет финальный проект у 5 курсов уже вышли финальный проект сейчас готовим и и у нас уже есть интересные отзывы от людей которые посвятили много времени работать с нашими курсами и у них что-то получилось то есть они пошли устроились на начальную позицию заниматься вот анализом данных или например начали в работе просто применять эти методы ну и кроме того есть еще другой способ заходить в анализ данных соревнования по анализу данных вот частности есть сайт кэгл точком чем прекрасно соревнования ну конечно они прекрасны тем что там есть какая-то большая награда если вы победите соревнований с кучей людей со всего мира то вы ее получите но это понятно совсем не основной фактор основной фактор это общение с людьми которые анализом данных занимаются как-то пробует решать задачу пробуя решать одну задачу вместе вы можете обсудить именно ее обменяться каким-то опытом и обсуждение на форуме соревнования часто очень поучительно то есть люди вполне охотно обсуждают а что же они делают а как делают ну как минимум потому что ну нет ничего плохого в том чтобы свое решение раскрыть когда ты находишься там ну допустим за 10 процентов от всего рейтинга от топа тогда ты даже не рискуешь тем что приз потеряешь что самое интересное те кто вот эти вот финальные 10 процентов населяют самая-самая верхушка на самом деле просто занимаются тем что просто усложняют модель делают композицию большего количества модели делают ее более неприменимой в реальном мире ну то есть это на самом деле даже наверное не то что всем нужно знать ну да но просто понимаете соревнования все упрощает просто есть какое-то число у кого число больше то ты молодец но жизнь сложнее устроена она объемная и поэтому конечно же находятся способы это число сделать побольше которые там в реальной жизни будут не очень полезны смотря как всегда так делают все верно все верно но не ну там там в основном ну ладно я просто процитирую стаса семенова это человек который я не знаю он еще занимает топ-1 место в рейтинге когла или нет он кстати заканчивал фоком в ты вот он насчет одного соревнования пошутил что пока мои коллеги смотрели на данные и пытались понять там их природу еще что-то смысле я решил не тратить на это время и просто начал строить композицию большого числа и джи бустов и джи бусты просто один из алгоритмов ну точнее одна из библиотек вот ну то есть действительно в соревнованиях прокатывает такой подход и даже несмотря на то что есть приватная часть выборки которая вроде бы должна наказать тех кто переобучится все равно прокатывает к галком вот на возможно еще затронуть тему ой вот в общем то ну этот слайд применительно к тем кто преподавание имеет отношение то есть если вам вдруг зачем-то понадобится кому-то даже если не к преподаванию если просто вашим там друзьям знакомым нужно будет сказать а как же в data science можно попасть вот если еще там на самом начальном этапе находишься где-нибудь там школе учишься ну просто нужно действительно заниматься профильными предметами чтобы ими успешно заниматься они должны нравиться олимпиада действительно очень хорошо помогают но и вот правда нужно прям влюбиться в то что ты делаешь или делать то что ты любишь ну в общем как-нибудь добиться того чтобы соответствовало то что вам нравится это что вы делаете вот а значит теперь давайте устроим голосование вот я могу сейчас просто порассуждать о том какие еще профессии войти бывает но у меня есть ощущение что аудитория которая здесь собралась было бы интереснее послушать про то что вообще еще в машинном обучении бывает и вот по машинное обучение да хорошо давайте тогда это мы пролистываем так вот и теперь про машинное обучение и так значит что хочется сейчас обсудить какие-то примеры применения машинного обучения вот прям будет прям мясо мясо в каких-то местах то есть вот что именно происходит там как как качество померить какие проблемы возникают дальше просто коротко обсудим какие стандартные задачи возникают и и там пара слов об инструментах ну и о том как как приобщаться и так значит примеры применения вот самый старый пример применения наверное задачи кредитного скоринга вот представьте что у вас есть какой-нибудь там свой банк вы выдаёте людям кредиты и вы думаете а вот вернет во время человек кредит или нет и к сожалению вот вам нужно чтоб вернул потому что бизнес на этом ваш устроен и тогда вы думаете но вот можно взять исторические данные посмотреть на них вот здесь каждая строчка соответствует какому-то кредиту вот допустим первый столбец соответствует счету в банке ну размер счета человека второй столбец длительность месяцев насколько кредит берется нет не волнуйтесь мы не будем все столбцы разбирать и в конце вернул человек вовремя или не вернул вот можно было бы взять такие исторические данные и поставить задачу так давайте для новых людей для которых мы знаем только вот эти вот признаки как их называют вот какие-то параметры попробуем спрогнозировать вернут они в срок или нет на самом деле задача более общее более общая задача вот в чем придумать способ на основе обучающей выборке и какой-то модели моделью называется алго им в котором есть какие-то параметры которые можете подкрутить алгоритм будет выдавать прогноз на объектов подкрутить параметры в модели так чтобы получить так называемую обученную модель которая на новых данных сможет что-то спрогнозировать хорошо Ну и понятно, она должна как-то правдоподобно на старых данных выглядеть для этого. Ну вот, теперь другой пример, чуть более подробный будет. Вот представьте, что на какой-то страничке сайта интернет-магазина есть блок, в котором можно показывать товары, которые человек может купить, не купить. И возникает вопрос, чем этот блок заполнить? У кого какие идеи, какими товарами заполнить? Это, кстати, интересный вопрос на тему сопутствующих товаров. Просто вот расскажу случай из практики. Был пример, о котором я знаю, когда на странице товара в магазине показывались сопутствующие товары. И при этом можно было кликнуть на кнопочку, там вкладочка переключается, и показываются рекомендации похожих товаров. Абстрагируясь от того, насколько хорошая идея заставлять пользователя кликнуть на какую-то вкладочку, чтобы увидеть ваши рекомендации, вот скажу, что потом был произведен тест на исторических данных, что же все же лучше работает, вот именно для этого сайта, на этой странице. И выяснилось, что похожие товары на порядок лучше были. И заменили просто, какой блок по умолчанию показывать, и это существенно сказалось на результатах. Поэтому вот заведомо часто бывает непонятно все же, что показывать. Ну и даже вот абстрагируясь от того, сопутствующие или нет, вот что вам стратегически выгодно здесь показать. Вот мне кажется, что первая мысль, которая приходит, это оценить для разных товаров вероятность их покупки и постараться показывать товары, для которых эти вероятности большие. Но нужно еще порассуждать, почему это логично. Вот если вы хотите, чтобы люди побольше всего покупали отсюда, то сколько в среднем вы ожидаете, что люди купят с этого блока? Ну, собственно, P1 плюс P2 плюс P3 плюс P4. Если P1, P2, P4, это вероятности для вот этих товаров. Но вот внимание, вопрос. А важно ли вам, как много товаров купят? Очень часто магазин интересует, в принципе, другая величина, деньги. Правильно. Поэтому можно добавить сюда цены. Тогда вот каждый товар в среднем приносит вероятность умножить на цену. И интересно заполнить теми товарами, для которых вероятность умножить на цену самая большая. Но, внимание, вопрос. А откуда же мы получим вероятность? Какие-то вопросы, дополнения есть? Потому что мат ожидания. А, окей. Вот. Да, можно именно вот таким вот образом и действовать. Да, вот пример, как это может выглядеть. То есть, вот какие-то вероятности. Все вероятности будут, скорее всего, маленькие. Наверное, даже меньше, чем вот те, что я здесь написал. Есть какие-то цены. И вот мы там по произведению можем отранжировать и показать самое лучшее. Ну вот. И смотрите, как мы на это можем посмотреть. Здесь, на самом деле, много общего с задачей выдать кредит или нет. Ну, даже не выдать или нет, а вернет или не вернет. Давайте так, чтобы попроще. Вот давайте в качестве объектов здесь будем рассматривать тройки. Пользователь, товар в момент времени. Момент времени здесь добавляется, потому что, ну, не в каждый момент времени вы товар готовы купить. То есть, может быть, там, летом вас не очень интересует предложение, там, теплые ботинки купить. А когда вот морозы ударили, самое то. Так вот, это будут наши объекты, классы. Вот такая задача, когда нужно объект отнести там к одному, ко второму, к третьему, ну, или сколько их там, конечное число. Классу называется задача классификации. Вот классы здесь будут, товар будет куплен этим пользователям вот в этот момент времени. Или товар не будет куплен. И что мы будем использовать в качестве признаков? То есть, каких-то параметров, описывающих эти объекты? Ну, естественно, параметры пользователя, параметры товара, параметры момента времени. Ну, вот какие могут быть параметры момента времени, вот ваша идея? Ну, день-ночь. Да, время года. Потом, да, праздник-не праздник, выходной-не выходной, вечер или день. Ну, да. Вот. И взаимодействие этих параметров. Что я подразумеваю под взаимодействием? Такие признаки, которые комбинируют себе эти параметры. Ну, например, вот у вас есть параметр товара, категория. Есть параметр пользователя, какие категории он смотрел. Вот вы можете на основе этого сконструировать такой параметр, что категория товара вот столько-то раз просматривалась пользователем в течение его пользовательской сессии. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Вот, оказывается, именно признаки, которые соответствуют взаимодействию, лучше всего влияют на итоговое качество. Ну, хорошо. Допустим, мы так задачу поставить можем. И, допустим, есть в машинном обучении какое-то количество методов, которые вот так поставленную задачу могут решать. Но возникает еще несколько нюансов. Первый нюанс – это то, что нам это все нужно делать в реалтайме. Это означает, что там за какие-то десятки миллисекунд. Это означает, что мы не можем сложным алгоритмом оценить вероятность для каждого товара и списка товаров в 200 тысяч наименований или в 500 тысяч. И тогда возникает идея. Давайте сначала предварительно отберем какой-то список наиболее хороших кандидатов в рекомендации, а уже его будем сложным алгоритмом оценивать. И тут вопрос, как отбирать. Можно брать просто популярные товары. Ну, у вас популярные, значит, их там покупают люди, значит, имеет смысл из них выбирать. Можем брать, ну, например, популярные товары из тех категорий, которые посмотрел пользователь. Ну, или еще вот что-то такое хитрое придумывать. Дальше есть другой нюанс. У нас есть позитивные примеры в исторических данных, когда пользователь что-то купил. А негативных примеров у нас нет. Если пользователь что-то не купил, это не значит, что он не купит, что он не собирается чуть позже купить. Это не означает, что он не купил, потому что ему не нравится. Может, он не видел товар в конце концов. И здесь возникает вопрос, как же генерировать негативные примеры. Потому что сложно научиться отличать что-то от чего-то, когда у вас примеры только одного вида. ну и опять же негативные примеры можно ну хотелось бы в идеале просто там взять и каждому позитивному примеру весь каталог как негативные добавить что вот а это все он в этот момент не купил но это бредовый вариант потому что действительно очень много тогда примеров получится да и классификатором будет не очень хорошо на таком обучаться и в общем здесь опять же нужно что-то выдумывать ну либо там популярные какие-то товары на не купленные брать либо еще что-то потом возникает вопрос как же на исторических данных оценить качество вот например можно ввести такую метрику precision от к который заключается в том что мы просто смотрим какие товары человек купил какие были рекомендованы и смотрим долю купленного из рекомендованного от количества рекомендаций но при этом метрика называется precision от к в том смысле что к мы фиксируем и если у нас рекомендации меньше но мы там все равно делим на к если у нас рекомендации больше то мы вот обрезаем именно пока зачем это нужно за тем чтобы понять а вот сколько рекомендаций в принципе имеет смысл показывать вот можно к поварировать посмотреть что там да получается вот это вот это основная боль рекомендательных систем то есть именно вот здесь все и рушится дело в том что вы можете построить систему которая будет идеально рекомендовать пользователю то что он и так бы без вас купил и вы это не заметить и вот с этим очень тяжело работать и с этим люди пытаются как-то взаимодействовать как-то вот разбираться но не всегда получается я даже сказал большинстве случаев не получается можно пробовать какие-то трюки ну например смотреть а какие товары вы рекомендовали ему но он их не купил и вот эти товары использовать в качестве негативных примеров но опять же все равно это полностью проблемы не решает в общем тут 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 очень сложно и остается только страдать и делать вот с учетом этих сложности ну хороший вопрос потому что опять же поведение людей довольно сложно устроено и бывает так что человек например заказала то и другое там допустим что-то себе что-то кому-то еще а бывает так что человек заказал то и другое потому что на самом деле не купит то и другое а так получилось что у вас есть данные только вот о заказах а не о покупках поэтому вот вообще все рассуждения про взаимоисключающие товары наверное сложно здесь проводить вот так вот сходу но можно конечно посмотреть на данные проверить какие-то гипотезы что вот вот эти товары никогда вместе не берут но так сходу непонятно ну вот и конечно нам это интересно не для одного пользователя оценить а для там тех пользователей по которым у нас есть исторические данные ну берем усредняем это по заходам пользователей на сайт и получаем какую-то метрику качества на исторических данных другая аналогичная метрика и колотка отличается лишь тем что мы смотрим долю купленного из рекомендованного от количества покупок совершенных пользователям ну и опять же вот усредняем но можно сказать а это все оценивает только как много люди покупают именно вот товаров а если нас деньги интересуют но можно просто взять это и взвесить ценами и уже там смотреть стоимость купленного из рекомендованного от стоимости всех покупок ну вот какие-то метрики качества на исторических данных можно придумать кстати обратите внимание вот просто в задачи классификации тоже есть какие-то стандартные способы качества померить не будем сейчас углубляться как они устроены но вполне нормальный пример когда вы оцениваете качество классификации стандартными метриками один алгоритм получается там с низким качеством другой с высоким но вашей конкретной задачи для которой классификатор используете качество будет примерно одинаковое почему так бывает потому что способ оценки качества должен учитывать как вы будете использовать результат вот когда вы меряете река литка или пресежина тка вы учитываете что вам важны только к самых вероятных товаров а когда просто меряйте качество классификации там как правило нужно достаточно достаточно хорошо прогнозировать там все вероятности или достаточно хорошо для там всех областей вероятности попадать нужный класс то есть получается что у вас уже искажается постановка задачи при оценке качества и получается не очень валидный результат вот такие нюансы тоже бывают ну вот мы с вами просто разобрали сейчас пример в котором много деталей возникло и давайте просто посмотрим на это все вот какие нюансы есть с одной стороны а да простите я я слишком рано завершаю да извините я в слайд не попал ну вот я просто вечно между двух огней либо спиной камере либо на слайды либо либо из кадра уйти ну вообще похоже я сделал все поэтому теперь можно расслабиться и рассказывать а значит вот история из практики вот можно делать какие-то умные рекомендации но если но вот в одной компании например слава богу не в нашей попробовали интегрировать чужие рекомендации посмотреть а будут ли они лучше по качеству выяснилось что качество совпало очень хорошо там до очень большой большой степени точности и начали выяснять а в чем же дело и в общем подумали ну ладно как то непонятно их решение мы не будем использовать и забили через год все же почему-то копались в коде и обнаружили что в какой-то момент готовился вот такой вот массив из таких пар название товара и вероятность прогнозированная для него и выводились товары не по вероятности а по названию то есть в обратном лексикографическом порядке и там полтора года разрабатывали эту систему никто вообще не замечал что рекомендуется в основном товарная ну понятно что их не очень много поэтому и не замечали и потом задумались а как же так мы же сравнивали с чужим решением а там что ну и в общем выяснилось что там та же самая ошибка то есть принципе вот такие вот простые глупые ошибки бывают да вот на самом деле нет это удивительно там просто и и в той и в той и в другой компании процесс был устроен так что есть аналитики которые разработают модели есть разработчики которые реализуют и вот и там и там возникла проблема в коммуникации между аналитиками и разработчиками и при переписывании в том виде чтобы это нормально работало и и было там используемо и масштабируемо разработчики вот такую вот ошибку допустили ну вот но вот возникает вопрос оффлайновое качество мы как-то оценивать можем но будет ли так в жизни вот первая идея которая приходит это все же провести какой-то тест живой но если мы просто посмотрим что в этом месяце у нас столько продаж а здесь мы внедрили алгоритм и стало там столько то то мы будем страдать от того что но в том месте был не сезон а в этом сезон и наоборот поэтому возникает мысль все же делать то что называется а б тестом то есть разбить пользователей на две группы в которых они там пользователи из разных социальных групп будут представлены то есть все будет равномерно как-то перемешано и в каждой группе померить какой-то результат например доход за какой-то период времени однако возникает еще вопрос допустим в одной группе заработали 100 миллионов другой 105 миллионов вот значит ли что во второй группе алгоритм был лучше а вот непонятно потому что есть еще такой момент как статзначимость дело в том что вот это вот разница на там пять миллионов или на сколько-то может оказаться не статзначимы и вот здесь нужно как раз применять аппарат статистики ну вот уже в оба тесте нужно будет заморочиться насчет того чтобы как-то людей на группу поделить ну как классически это делают просто там берут хэш от айдишника пользователя берут там остаток отделения на 2 и в соответствии с этим там какую-то группу направляют ну а хэш берут ради того чтобы какие-то зависимости которые могут скрываться в айдишнике потому что никому не известно какие костыли могут скрываться в коде вот чтобы эти зависимости как-то вот убрать ну вот можно было бы вот так вот случайно пользователи разделить провести а-б тест что-то получить но даже здесь возникает проблема вот пример как как может быть вот договорились сделать разбиение по хэшу от айдишника пользователя а там кто-то при реализации проявил там свой творческий потенциал и добавил еще не только айдишник пользователя но и почту пользователя и все а б тест пошел насмарку потому что почта пользователя становилась известна только тогда когда он залогинивался то есть заходил пользователь смотрел на товары выбирал товары смотрел рекомендации понимал куплю это нажимал логин его перекидывал в другую группу и другой группе засчитывался этот результат а может не перекидывал вот с вероятностью 1 2 в итоге вот все перемешивалось и я бы тест был не очень репрезентативен ну вот все же возвращаясь к теме стат значимости вот тоже пример из жизни вот три группы было пользователей и здесь показана выручка в каждой группе пользователей ну вот здесь вот я даты затер но вот каждая линия это день ну и вот может показаться что в зеленой группе сильно лучше алгоритм работает можно в это верить можно радоваться если эта группа ваша или грустить если эта группа не ваша миллиарии но на самом деле вот так понять сложно потому что вот когда вот я с такими графиками столкнулся сначала было ощущение что все правильно и вот одна группы ведет а потом выяснилось что мы неправильно воспроизвели разбиение это просто случайно разбили на три группы и вот не скажет что это случайно разбилиII на три группа так на глаз тут отличие на 10 процентов по деньгам разберение действительно случайной потому что доверительный интервал там где-то 50 процентов за этот период времени потому что вот такая интересная метрика деньги разброс цен очень большой ну вот вот теперь вот то что я начинал уже говорить вот мы просто какой-то пример разобрали сколько нюансов возникло с одной стороны нам нужно как-то поставить задачу так чтобы она была про какой-то экономический эффект вот мы сейчас обсудили как сделать так чтобы максимизировать доход магазин на самом деле может какой-то магазин больше интересует там не доход а прибыль какой-то магазин количество продаж интересует такое тоже бывает с другой стороны нужно понимать там экономический эффект вообще оправдывает работу над проектом или нет но нужно понимать как оценивать качество на исторических данных и в жизни и кроме всего этого нужно еще саму работу то сделать то есть обучить модель которая будет что-то рекомендовать вот столько нюансов возникает ну и вот да этот пример я уже показывал сегодня так что его можно будет пропустить наверное вот но на самом деле тоже вот пример такой задачи анализа данных казалось бы всего то нужно выделить какие-то важные предложения в тексте а по сути что то с чем тут нужно разобраться нужно сначала разбить на предложение как-то а там не всегда все по точке идеально делятся бывают всякие не очень приятные случаи потом нужно из предложений извлечь слова как-то там их нормальную форму привести посмотреть какие предложения там об одном и том же примерно говорят дальше воспользоваться каким-нибудь алгоритм машинного обучения чтобы вычислить ран каждого предложения потом вот их показать а если там задаться целью еще и выделить текст на страничке и вот его уже разметить тогда возникнет задача выделения текста на страничке там тоже выяснится что оказывается разметку разных сайтов разные и проще собрать обучающую выборку научиться делать машинного обучением чем дописывать еврестики после того как попишите еврестики там несколько недель и это уже станет невозможно использовать но тоже так из безобидной задачи возникает много всего интересного вот но и совсем уж всем привычные примеры это поиск ранжирование поисковой выдачи там опять же используется машинное обучение для того чтобы показать наиболее релевантные результаты прогнозирование пробок которая все время очень тяжело приводить пример потому что вечно все недовольны прогнозированием пробок потому что у каждого была такая ситуация что она подводила вот меня тоже недавно такая была кстати как раз ехал рассказывать про машинное обучение ну и конечно в тот день началось все как раз обсуждение пробок вот но так или иначе задача действительно сложная поэтому ну на каком-то уровне ее можно решать какие-то вещи действительно сложно предугадать ну и там более суровые задачи как там разработка беспилотных автомобилей тоже много задач машинного обучения в себя включают ну вот возникает вопрос какие здесь стандартные ситуации можно выделить вот давайте поговорим о них значит первая стандартная задача задача классификации мы с ней сейчас всячески уже знакомились заключается она вот в чем есть у вас объекты для которых известны признаки и нужно спрогнозировать какую-то метку класса классов вас конечное число и вот здесь вот на слайде еще показан такой исторический скорее пример так называемые рис и фишера это пример который показывал свое время что можно так решать задачи классификации то есть можно сказать что давайте мы возьмем какую-то формулу в которой можно какие-то параметры подкрутить настроить и она нам будет говорить там какому виду относится этот ирис по его длине ширине чашелистика длине ширине лепестка вот здесь четыре признака было в этой задаче понятно что не нужно машинное обучение применять для вот этого это просто доказательство того что работает и не случайно здесь упоминается имя того самого фишера которого все вспоминают на курсах статистики это вот именно его пример другая стандартная задача эта задача кластеризации в этой задаче нам нужно не просто какой-то класс прогнозировать для объекта на основе каких-то обучающих примеров а нам нужно обучающие примеры даже тут уже сложно их назвать обучающим просто вот примеры с признаками как-то сгруппировать в какие-то кластера так что в кластер попадали похожие объекты то есть вам не сказали какие классы есть он не сказали сколько классов есть и вам не дали примеры что какому классу относится и говорят сгруппируйте пожалуйста вот такие классы называют кластерами обычные задачи называется кастеризации и действительно задача сложная то есть тут очень непросто получить именно тот результат который вы хотите особенно не просто получить интерпретируемый но так или иначе с ней как-то справляются задача актуальна в том числе потому что получить какую-то разметку для данных часто бывает сложно вот вы хотите решить задачу классификации но к сожалению собрать ответы не получается и приходится решать так как задачу кластеризации так тоже бывает ну и вот кстати пример того как разные алгоритмы могут справляться задачи кластеризации вот здесь просто модельный пример модельная выборка понятно наверно почему она называется mouse dataset вот алгоритм кластеризации ничего не знает о том что вот эти точки зеленые эти красные эти синие он знает только координат точек и пытается вот три кластера выделить опять же количество кластеров здесь жестко было задано алгоритм и вот результат работы одного алгоритма метод к средних вот результат работы другого алгоритма называемый ем алгоритм и вот видно что даже на таком простом примере алгоритм могут выдавать сильно разный результат вот видно что к средних например пытается выделять какие-то кластеры одинакового примерно размера а вот я малгоритм уже может подстроиться но и другая задача эта задача регрессии вот здесь вам нужно на основе обучающей выборки с какими-то объектами их признаками научиться прогнозировать какую-то вещественную величину какое-то число действительно ну и опять же вот обучающей выборке у вас есть конкретные ответы но вот что здесь можно в качестве примера привести ну прогнозирование например спроса на какой-то товар или прогнозирование температуры в каком-то месте или прогнозирование какой-то еще физической величины ну и вот какие методы чаще всего применяются для того чтобы с этими задачами справляться ну в первую очередь есть большой пласт линейных методов так называемых линейных моделей которые там на примере регрессии особенно просто представить вот есть у вас какой-то признак точнее так есть вот сколько-то признаков и вы должны спрогнозировать какую-то величину действительно но просто возьмите взвешенную сумму признаков там плюс какой-то коэффициент и вот таким образом пытайтесь прогнозировать а веса сумме и коэффициент попробуйте настроить так чтобы на обучающей выборке хорошо прогнозировала в случае линейной классификации имеется ввиду что вы классы отделяйте друг от друга но прямой в случае плоскости ну да вот если у вас там два признака тогда прямой а так в жизни получается плоскостью многомерном пространстве вот другая популярная модель это решающее дерево устроено она очень просто вот это решающее дерево которое увидите построена для выборки из выживших и не выживших на титанике но это такой учебный опять же дата сад на котором хорошо приводить простые примеры работает просто вот есть у нас какой-то объект у него есть какие-то признаки нож как минимум у него есть там признаки пол возраст вот этот признак это количество родственников на борту вот и вы в каждом узле проверяете какой-то признак и в зависимости от того выполнилась условия узле или нет идете в какое-то дальше под дерево ну и в конце в листьях дерева у вас уже ответы ответы соответствуют тому объекты какого класса преобладают в этом листе если вот обучающую выборку через это дерево прогнать но и такие деревья конечно строятся автоматически просто мы можем последовательно выбирать в некотором смысле наилучшее разбиение в каждом узле и получать вот такое дерево на самом деле выглядит очень просто но в этом есть и свои плюсы если вы например разрабатываете какую-то модель для того чтобы выдавать кредит не выдавать кредиты вам нужно банкиру объяснить что ваша модель решила что выдавать или что не выдавать то проще всего объяснить когда можно так нарисовать когда он это увидит и скажет да да все логично хорошо что статистика это подтверждает но я вижу что с моим жизненным опытом это тоже согласуется если нужно использовать какую-то сложную модель который нельзя вот так просто визуализировать то тут уже можно убедить только с позиции качества что вот у вас будет такое качество это приведет вот к кому-то эффекту для вашей компании ну и может быть получится договориться поэтому решающие деревья довольно неплохо распространены но в частности в банковской сфере но в то же время это не самые лучшие алгоритмы чтобы прогнозировать в том смысле что качество не очень еще у них есть другой важный недостаток при небольших изменениях обучающей выборке они могут кардинально перестраиваться ну то есть совсем по-другому выглядеть вот такая нестабильность с одной стороны слабость решающих деревьев но как мы знаем и в жизни ну и в случае алгоритмов и слабости можно делать сильные стороны и это делается с помощью ансамбле решающих деревьев вот в частности есть такой часто используемый ансамбль случайный лес который заключаю которые устроен следующим образом давайте из нашей выборки исходной сделаем сколько-то синтетических выборок каким образом просто будем выбирать из исходной выборки случайный объект вот на выбирали это первая выборка потом на выбирали вторая выборка и так далее вот построили мы так много выборок и после этого на каждой выборке обучим по решающему дереву поскольку деревья нестабильны в плане того вот как они выглядят то они получатся сильно различными а это на самом деле хорошо когда вы хотите усреднять результаты моделей то есть вы просто построите много деревьев если у вас задачи классификации будете между ними голосование устраивать и вот какой класс больше голосов набрал кто-то выбирать если у вас задача регрессии просто будете усреднять их ответы и за счет того что деревья слабо скоррелированы друг с другом будет получаться довольно хороший классификатор или довольно хорошее решение задачи регрессии на самом деле здесь есть еще пара нюансов в построении случайного леса который я сейчас опустил для простоты но идейно вот схема такая есть еще другой популярный ансамбль это градиентный бустинг над деревьями вот он уже используется сейчас просто повсеместно и очень популярен и вот все соревнования на когле выигрываются либо градиентным бустингом над деревьями либо следующим алгоритмом который мы рассмотрим это нейросети изначально идея нейросети очень простая на самом деле напоминающего всякие линейные модели вот давайте возьмем наши признаки с какими-то весами просуммируем ну вот это вот часть отвечает тому что можно еще какой-то коэффициенте к добавить этом вычесть и дальше возьмем от этого какую-то так называемую функцию активация которая будет вот эту сумму переводить ну в грубом варианте либо просто там в нолик или единичку то есть там достаточно она большая недостаточно либо в более там естественном варианте просто вот в какое-то число в каком диапазоне ну например вот опять же от 0 до единицы ну и дальше можем с этим числом что-то делать и вот эти веса мы можем настроить так чтобы выход у него сети был хорош с точки зрения тех ответов которые мы хотим получать ну то есть ставится как-то оптимизационная задача выписывается качество решения задачи и мы подбираем эти веса как решение оптимизационной задачи но конечно вот таком виде это не интересно когда вот один такой нейрончик и люди придумали делать большие нейросети из какого-то числа слоев и как-то соединять между собой отдельные элементы ну соединять смысле вот значит что вот чтобы посчитать что-то здесь мы используем выход вот отсюда 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 но с какими-то весами и сейчас у нас пик популярности нейросетей из-за того что повсюду используется deep learning deep learning не случайно называется deep действительно глубокие нейросети возникают вот пример такой нейросети и вот каждый вот этот элемент это это слой а слой это вот вот такая сейчас это вот такая вот сущность то есть там еще сколько-то нейронов вот это нейросеть используемая использовавшиеся для распознавания изображений вот частности в одном там соревновании какой-то момент она оказалась там самой удачной по качеству в чем идея вообще всего этого безумия происходящего вокруг deep learning а дело в том что раньше нам вычислительные мощности не позволяли обучать столь глубокие нейросети более того раньше у нас не настолько хорошо было продумано архитектуры него сетей то есть мы могли там пытаться например строить там какие-то полносвязные нейросети когда вот все связи есть между соседними слоями ну или еще какие-то комбинации когда связи очень много возникает вопрос а где же связи нужны а как проводить вот с того момента как нейросети только-только начали зарождаться возникло много идей а как же архитектуру нейросетей можно разрабатывать и какие они могут быть и вместе с ростом вычислительных мощностей это дало возможность строить вот такое а вот это внезапно оказалось довольно неплохо решающим какие-то задачи в частности задачи распознавания изображения сейчас все в изображениях практически все в изображениях делается с помощью сеток конечно сейчас ожидается что их тексты нейросети более плотно придут уже есть применение для анализа звука ну и активно применяется достаточно но в то же время пока непонятно будет ли это там панацея и будет ли во всех их задачах машинного обучения использоваться где достаточно данных если поставить вопрос так будет ли вообще везде использоваться то понятно что нет у вас просто иногда данных может быть слишком мало чтобы что-то такое большое обучить ну вот и возникает вопрос чем же кормить эти алгоритмы откуда берутся вот эти вот числа ну вот во первых в принципе с признаками еще разные вещи можно делать с одной стороны их можно извлекать из данных можно пробовать их отбирать но исходя из того что там какие-то наиболее информативные какие-то вообще лучше выкинуть и не мешают можно пробовать их преобразовывать пытаясь создать какие-то более хорошие признаки но отдавайте об извлечении пару слов скажем вот представьте что вам нужно решать задачу классификации текста по теме вот для примера возьмем вполне конкретную выборку в которой представлено 20 разных тем но мы для простоты возьмем две темы которые не так-то сложно отличить машина и политика вот по этому тексту вы наверное сразу поймете он про машины или про политику вот кто считает что про кто считает что про политику так а кто считает что про машины окей вот а тут еще не только инфинити тут еще митсубиши чуть-чуть вот торчит но это прям совсем сложно уже разглядеть так вот действительно вы просто видите какие-то слова ключевые и становится понятно а потом здесь понятно что уже про политику то есть здесь национальная конвенция до свободы кап слов вот нам получается что вам принципе интуитивно понятно что вам дает сведения о том что затем так можно это все используя для того чтобы признаки сконструировать давайте просто пробежимся по всем текстом что у нас есть выпишем слова получим словарь и каждому тексту будем ставить соответственно просто набор частот слов и словаря в нем вот и ваши признаки вот числа которыми вы описали текст но и теперь никаких проблем просто построить классификатор берете текст строите его описание в модели мешка слов так называется модель потому что мы теряем порядок слов ну или используйте какой-нибудь классификатор обучайте и применяйте вот мы с вами буквально там за минуту придумали а как же можно тексты классифицировать конечно можно вот здесь какую-то магию добавлять вот там какую-то магию добавлять но так или иначе вот простая модель такая другой пример классификация музыки по жанрам не то чтобы очень полезный пример но очень такой развлекательный всем нравится поэтому ну и в принципе вопрос какие признаки извлекать и звука неплохо там затрагивает вот представьте что у нас есть разные жанры вот по строчкам примеры спектрограмм вот можете ли вы по спектрограмме более-менее различать жанры ну вот поп и металл наверно может вот здесь наверно прям вот вы сейчас услышите это вот как вы думаете что это за жанр как металл ну на самом деле это прям совсем первые секунды и это действительно металл это начало песни металлики сент-ренджер так что точно ну нет вообще люди спорят что такое металлика ну не суть ну да ну то есть как их в трэш металл не так давно начали записывать но вот собственно по моему с этого альбома больше и начали их туда относить но не суть вот еще важный момент о котором следует знать это проблема переобучения он при построении каких таких алгоритмов дело в том что алгоритмы точно так же как там студент перед экзаменом может просто зазубрить ответы на вопроса и только их знать и шаг влево и шаг вправо уже никакого меняемого ответа также и модель может сделать вот представьте что вам известно только вот эти вот черные круглые точки и вы хотите восстановить зависимость y at x а то есть на задача регрессия но вот здесь пример для одного признака потому что многомерном пространстве я рисую плохо вот и вот вы попробовали восстановить зависимости можете восстановить и от соответствия с черной линии можете восстановить вот так как показывает красная линия вот вопрос что лучше может показаться что черное лучше потому что на обучающей выборке ошибка 0 но при этом зависимость получилось переусложненной и когда вы получаете какие-то новые данные вот эти вот крестики то вы видите что ой а вы на них прогнозировать отвратительно то есть вообще не попадаете и почему так может произойти ну потому что вы слишком усложнили модель она слишком подогналась под исходные данные и поэтому только на них хорошо работает а саму зависимость не улавливает как можно с этим бороться можно просто специально откладывать какую-то часть данных чтобы оценивать качество модели а но вы можете подумать а вдруг я отложу слишком хорошую часть данных будет оптимистичная оценка это правильное опасение и здесь спасает кросс валидация кросс валидация такая техника которая заключается в том что вы просто случайным образом делите выборку на обучающую выборку и тестовую несколько раз в каждом случае обучаете на обучающие качество оценивайте на тестовый и дальше просто результат этих экспериментов усредняете вот один из примеров как это можно сделать это к фолд кросс валидейшн здесь идея простая делимся на к частей на одной тестируем на остальных обучаемся дальше на другой тестируем на остальных обучаемся и так далее вот так можно пытаться детектировать это переобучение однако не всегда это получится вот пример который часто любят рассказывать применительно к машинному обучению военные заказали распознавание есть на снимке танк или нет но имеется ввиду снимки со спутника они вот этот вот пример но не суть и сделали для них распознавание все работало отлично на данных которые они предоставили и даже кросс валидации все было нормально отдали военным военные жалуются ничего не работает все отвратительно что вы сделали и выясняется что на всех снимках где был танк углу снимка стояла галочкам алгоритм научился безупречно ее находить а в жизни почему-то галочки не ставят танки на своих снимках вот не автограф ну вот и не после вот этого рассказа про признаки прав при переобучении про модели хочется еще одну важную мысль обязательно донести в принципе вот разные вещи в разной степени влияют на итоговый результат вот алгоритм машинного обучения конечно очень важен но дело в том что если вы алгоритму скормите очень плохими информативные признаки то толку от хорошего алгоритма будет мало а если вы поставите задачу криво то толку от вашего решения будет мало но как там случае с задачей про очереди если мы будем там длину очереди прогнозировать и и все и непонятно что с этим делать можно прекрасно задачу решить но пользы мало а потом задачу можно еще поставить так неудачно что она еще и решаться не будет ну то есть в общем постановка задачи получается самый важный блок признаки хорошие это следующий важный момент но и алгоритм это уже самую последнюю очередь ну и мы уже подходим к концу остается буквально там пара слов значит что касается инструментов очень часто для прототипирования алгоритмов машинного обучения ну вот именно под алгоритмами я подразумеваю не конкретное там дерево или еще что-то а там модель которая решает вашу прикладную задачу использует питон потому что для него есть очень много хороших библиотек потому что на нем очень лаконичный код буквально там 5 10 20 30 строк можно очень много всего написать поэтому там если кто-то с питоном дело не имел на ему интерес с машинным обучением развлекаться очень рекомендую есть питоновская библиотека стеки тлерн у нее прекрасный сайт с прекрасным туториалом прекрасным юзер гайдом который расскажет не только как пользоваться но еще и про машинное обучение по пути немножко и вот она очень часто применяется для машины обучения есть еще несколько библиотек которые используются но вот можно там начать знакомство с этого благодаря этой библиотеке модель можно построить вот буквально в несколько строк вот здесь пример вот здесь вот вы первой строкой импортируете нужный метод это просто частный случай линейной модели здесь вы говорите что вот модель у вас будет такая дальше вы ее обучаете на обучающей выборки вот с такими ответами и дальше используйте чтобы сделать прогноз все то есть вы можете использовать вот готовые реализации там каких-то решающих деревьев там ансамбли решающих деревь линейных моделей и ваша работа уже концентрируется в том как поставить задачу как сделать так чтобы здесь глупости не было чтобы не было переобучение ну вот так далее вот и начать можно просто ну например опять же с тех же соревнований по анализу данных с разбора форумов там часто люди свои решения выкладывают можно их подразбирать для этого можно просто там взять какой-нибудь учебное соревнование попробовать там туда что-то заслать разобрать какой-нибудь обучающий пример дальше там получше познакомиться с питоном посмотреть там туториал юзер кайт к скалерну и в итоге там уже начать активно решать соревнования обмениваться опытом и вот как как-то приобщаться к этому всему с другой стороны есть курсы про машинное обучение от частности специализация которую мы с коллегами делаем на курсере там уже почти 30 тысяч человек к ней приступила ну и там довольно много довольных людей хотя конечно так как проект большой то бывают люди которые наоборот расстраиваются например мы в первом курсе очень обзор напоминаем там вещи из математики просто рассчитывая на то что бывают люди которые уже там долгое время работают после университета а хотят познакомиться с этой областью им бы напомнить там мы в какой-то момент встретили негодование людей что а вот что-то вы как-то не как на мехмате рассказываете недостаточно строго там были еще что-то поэтому конечно там вкусы разные бывают но там принципе мне кажется что довольно неплохо получилось без другой стороны вот я сейчас еще веду такой курс в москве на который он оффлайновый на него внезапно записалось там 650 человек из них несколько сотен ходят то есть там типа произвольное число 300-500 в разное время и вот мы выкладываем сюда материалы вот я думаю что презентация наверно как-то будет доступна можно вот будет найти это канал на ютюбе с видео записями лекций вот ну и самое последнее что мне хочется сказать дело в том что мне кажется что когда вы слушаете про анализ данных или рассказывайте другим людям про анализ данных или там обмениваетесь опытом или вообще что-то делать для распространения знаний по анализу данных вы на самом деле делаете очень большое дело у нас действительно очень много предпосылок к использованию анализа данных и машинного обучения повсеместно в нашей жизни и неизвестно насколько плотно войдет анализ данных нашу жизнь там через пять лет через 10 через 20 но в то же время для того чтобы так плотно вошел анализ данных нашу жизнь надо чтобы люди примерно представляли а что это о чем это чтобы они там не боялись что вы боже там меня час спрашивать что боже это же искусственный интеллект наверное это вот то что вот фильмах про это там рассказывают вот нужно с этим бороться нужно культуру нести в массы и вот именно в этом задача распространение каких-то знаний про анализ данных в частности спасибо большое за внимание